Здравствуйте! Как запитать квартиру от зарядной станции? Рассмотрим подключение ИБП к щиту квартиры или дома стационарным образом. Существует несколько различных способов подключения. Прямое подключение зарядной станции в квартире. Есть квартирный щиток. В нем вводной автомат и несколько отдельных линий со своими автоматами. Ноль вводного автомата поступает на нулевую шину. Фаза вводного автомата подается на все автоматы дома. Есть зарядная станция, на которой есть вход фазы, выход фазы и ноль. Ноль нашего бесперебойника сразу подключаем на нулевую шину. Фазу. С вводного автомата следует подключить ко входу фазы зарядной станции. А выход фазы бесперебойника подключаем к группе автоматов. Зарядная станция стала как бы в разрыв фазного провода, питающего все автоматы квартиры или дома. Прямое подключение ИБП к щиту стоит применять, если его мощность не меньше, чем мощность ввода вводного автомата. Например, вводной автомат 25 ампер, что примерно 5,5 киловатт. И мощность зарядной станции тоже 5,5 киловатт или больше того. Если же мощность бесперебойника значительно меньше мощности ввода, то не только в отсутствие напряжения сети, но даже когда в сети напряжение есть, придется ограничивать потребление электричества до значения мощности зарядной станции. Поэтому прямое подключение зарядной станции в квартире не стоит применять, когда мощность зарядной станции значительно меньше мощности вводного автомата. Прямое подключение зарядной станции к сети дома дает самое быстрое переключение дома на резервное питание. Порядка 4 миллисекунд. Оно не требует дополнительных устройств для подключения и довольно просто осуществляется. Подключение ИБП в сеть дома через рубильник. Исходная ситуация та же. Есть двухполюсный перекидной рубильник. В одном положении рычажка рубильника выходной контакт 1 соединен со входным контактом 2. А выходной контакт 5 со входным контактом 6. В другом положении рычажка выход 1 соединен уже со входом 4. А выход 5 со входом 8. Ноль зарядной станции подключаем на нулевую шину. Фазу вводного автомата удаляем и подключаем на контакт 2 рубильника. А выход фазы зарядной станции подключаем к контакту 4 рубильника. Выход рубильника это контакт 1. Подаем на питание всех автоматов щитка. Теперь переключая вручную рубильник, можно подключать к дому или основной ввод от городской сети, или питание от ИБП. Чтобы ИБП мог заряжать свой аккумулятор, на его вход нужно подать питающую фазу. Для этого введем дополнительный автомат. Фазу с выхода этого автомата подключим на контакт 6 рубильника. А с контакта 5 подадим эту же фазу на вход фазы зарядной станции. При этом, если есть напряжение городской сети, то переводим рубильник в положение основной ввод и все автоматы получают питание от городской сети через один полюс рубильника. А бесперебойник заряжается этим же напряжением через другой полюс рубильника. А если нет напряжения городской сети, то переводим рубильник в положение резервный ввод и все автоматы получают питание бесперебойника, а вход ИБП от этого напряжения отсечен. Итак, подключение зарядной станции к сети дома через перекидной рубильник применяется тогда, когда мощность зарядной станции значительно меньше мощности ввода, чтобы обеспечить электричеством только самые необходимые и не очень мощные электроприборы. Например, вводной автомат 25 ампер, что составляет 5,5 киловатт, а зарядная станция на 1 киловатт. В таком случае бесперебойник лучше подключить через рубильник или напрямую, но для отдельной приоритетной группы автоматов, о чем я сейчас и расскажу. Как подключить зарядную станцию к квартире, если ее мощность намного меньше мощности ввода? Исходная ситуация та же. Есть приоритетный автомат, который должен получать питание непрерывно. Например, холодильник или компрессор для аквариума. В общем, что угодно, что не должно оставаться без электричества ни при каких обстоятельствах. Удаляем перемычку, подающую фазу на этот автомат. Подаем 0 на ИБП от нулевой шины. Подаем фазу на вход зарядной станции. Выход зарядной станции подключаем к нашему приоритетному автомату. Теперь он будет получать питание от городской сети через ИБП в то время, как сам бесперебойник будет заряжаться. А если городская сеть отключится, то этот автомат будет автоматически переключен зарядной станцией на аккумулятор за время порядка 4 миллисекунд. При этом остальные автоматы щитка, питание нет городской сети, ни от маломощной зарядной станции получать не будут. Итак, прямое подключение ИБП в сеть дома для одной или нескольких приоритетных групп автоматов обеспечивает бесперебойным питанием самые важные электроприборы и применяется, когда мощности зарядной станции недостаточно для питания всего дома. Прямое подключение ИБП к щиту на отдельную приоритетную группу не требует дополнительных устройств, очень просто в реализации и дает высокое быстродействие. Если мощность зарядной станции не меньше мощности ввода, то лучше использовать прямое подключение ИБП к щиту квартиры или дома. Если мощность ИБП меньше мощности ввода, то правильнее будет подключать зарядную станцию через перекидной рубильник или, если позволяет структура распределительного щита, подключать прямо на приоритетные группы автоматов. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.